Всем привет! Сегодня 9 марта, Московская область. Давно я не снимала видео. У меня, как и у вас, начался рассадный сезон. Хочу вам сегодня вкратце показать, что растет на данный момент. Рассаду я выращиваю на мансарде, на этом большом металлическом стеллаже. Здесь 4 полки. На самой верхней пока находится кашпо, которую я сплела в этом году для себя. На второй полке уже приготовлены рассадные пакеты. Я их забила почвосмесью. Эту почвосмесь я готовлю с осени. Оставляю эти мешки в теплице. Промораживается. И сейчас, по мере необходимости, я заношу, набиваю рассадные пакеты. И так я готовлю заранее, для того, чтобы пикировать сюда рассаду. Значит, вот эти данные пакеты, они объемом 0,9 литров. Я сюда буду рассаживать острые сладкие перцы, баклажаны и томаты. Для начала я делаю подворот. И уже по мере роста рассада я досыпаю сюда почвосмесь. Таким образом, заранее я готовлюсь. Сюда буду рассаживать буквально через несколько дней сладкие и острые перцы. Сейчас вам буду показать эту рассаду. Этими пакетами я уже пользуюсь лет 7 и очень довольна. После сезона я их мою, складываю и также пользуюсь каждый год. Это не одноразовая вещь, все прекрасно. Этим пакетом простыми я накрываю пока эти пакеты, для того, чтобы почвосмесь не пересыхала. Таким образом я готовлюсь к пикировке. Третья полка уже занята. У меня здесь непосредственно находится вся рассада. Под каждой полкой у меня прикреплена эта бикалорная лампа. Пользуюсь уже лет 6 или 7 довольна этими лампами. Лампу я выключила, потому что этот бикалорный свет очень плохо видно будет на видео. Начну я с цветов. Еще раз скажу, что в этом году я очень сильно уменьшила рассаду. Потому что уже хватит мне это большого количества и раздаю. И не знаю, куда потом в итоге деть. В этом году решила посадить только для себя. И еще хватит и угостить. Так, с цветами у меня в этом году тоже все очень скромненько. Я посеяла обязательно лабелию. Я ее сею каждый год. И люблю лабелию именно кустовую серии Ривьера. Вот такая лабелия у меня. Розовая. Пурпурная. Лилак. То есть такая скайблюм голубая. Очень красивая. Я каждый год ее высеваю. Она прям вот каким цветом есть на картинке, такая она и вырастает. Очень красивый голубой цвет, что очень редко. И вот такая еще Blue Eye. С белым глазком. Люблю эту лабелию. Во-первых, очень красиво компактные кустики. Замечательные. И нравится, что именно серия Ривьера, она самая ранее считается из всех лабелей. Сею в таблетки, в крупные. Семена гранулированные все. Поэтому видите, кучками так где-то по 2, где-то по 3 кучки, где-то по 4. Ну вот в таких таблетках. Сейчас она подрастет еще побольше. И я буду ее уже рассаживать по стаканам. Вот такая лабеля. Всхожесть, в принципе, вы видите, неплохая. Хорошая всхожесть. В каждой мультидраже там был по 5, по 6, 7. Поэтому она, видите, вот такими кучками взошла. Схожесть хорошая, кстати. Но Ривьера у меня вообще всегда всходила хорошо. В этом году решила попробовать для себя. Не удержалась. Посеяла, значит, сапонарию. Никогда ее не выращивала. По-другому еще называют мыльный корень. Посмотрите, какие красивые цветочки. Мелкие. Ярко-розового цвета. Это элиты семена. Значит, это многолетнее низкорослое растение. Высотой буквально 15 см. С ароматными цветками. Вот такая красота. То есть, это будет, знаете, почвопокровник. Куртинка расти. Чем она интересна? Мне понравилось, что корень у нее... Видите, мыло нарисовано. Сок растения содержит вещество сапонин. Применяется в медицине. Растения при взаимодействии с водой образуют мылоподобную пену. Вот производитель пишет, что лучше это растение не высаживать, где водоемы. То есть, вот этот корень, он создает мыльную основу. Хочу попробовать посадить. Цветок очень милый. Два пакета я высевала в стаканы. Значит, семена-то такие довольно-таки крупные. Вот зашли неплохо. Куртиночка такой. И вот второй пакет. Вот так оно выглядит. Не знаю, рассаживать буду или нет, или просто так куртинкой посажу. Так, здесь у меня лук. Это я в... Лук-гигантик. Это я принимаю в конкурсе участия по выращиванию гигантского лука и тыквы. Ну, все у меня как обычно. О луке и тыкве я рассказывать буду в конце сезона, потому что условия конкурса, что выращивание и все отчеты только подаются в клубе, в котором я состою. В общем, в конце сезона буду показывать. Так, и еще о луке посеяла. Еще, конечно же, лук эксибишен. Вот в такой пачке. Это голландская линия. И вот такие всходы. Значит, лук я посеяла 16 февраля. Так, а нет, 16-го, 17-го. 16-го или 17-го. Что-то здесь написано. Я и сама не пойму, что написано. Ну, в общем, 16-го или 17-го февраля посеяла. Вот так он выглядит. Сею я в почвосмесь. Вот в эту, в которой я пикирую. То есть вот эту почвосмесь, которую я готовлю с осени, она находится в этом ящике. То есть лук у меня будет высаживаться именно из этой плошки. То есть я его никак не буду рассаживать. Он как растет, так и растет. Вот на днях буду его подстригать, чтобы не заваливался. Так, всходы довольно-таки хорошие, с одного пакета. Замечательные, можно так сказать. Баклажаны посеяла. Значит, 16-го февраля. 8 штук здесь. Семена были просроченные. Вот, смотрите, все 8 они и взошли. Вот этот посередине маленький. Самый последний, 8-й, но он взошел. Семена я сейчас вам скажу, какие у меня были. Вот такой король рынка. Просроченные семена. 8 штук было. Вот, представляете, все 8 и взошли. Я думала, зайдет штучки 2, и то хорошо. Но они все 8, представляете. Так, томаты здесь я посела. 2-го, 0-3-го. 5 штук. Все 5 они и взошли. У меня все под номерами подписано, поэтому все записано в тетради. Здесь перец острый. Это уже свои семена. 14-го замачивала, 16-го я их посеяла. Это вот такой мелкий острый перец. Очень, ну, такой он жгучий. И с черно-зеленой такой листвой. У него очень декоративная листва. И, значит, сами перчинки я вам сейчас покажу. Это вот с этого пакета. Сириус. Вот кто покупал у меня семена, девочкам я вот тоже в подарок отдавала такой перчик. Здесь листва, конечно, зеленые, а вообще она такая черно-зеленого цвета. А вот эти вот перчинки, они сначала действительно такого темного фиолетового цвета, а потом они краснеют, сами перчинки. Затем такой острый перец у меня еще. То же самое. 14-го замачивала, 16-го сеяла. Тоже 100% схожесть. Свои семена. Это я вам сейчас покажу на картинке, какие. Это вот кустарниковые конфетти. Это вот такой перчик. Тоже очень красиво, декоративно смотрится. Какие горошинки. Они в разной стадии спилости. И тоже вот как на фотографии попадаются фиолетовые, красные, оранжевые. Тоже красиво смотрится. Жгучий перчик. Так, что у меня дальше? Томаты. Вот они у меня взошли. 1-го марта я высевала томаты. И вот такая у них схожесть. Здесь большинство томатов это мои семена, которые я высеваю каждый год. Все у меня под номерами здесь. И такая всхожесть. Высевала я сухими семенами. То есть 1-го 0-3-го я сразу сухими семенами здесь раскладывала по почвосмеси. Для посева я использую почвосмесь, не в которую пикирую, сейчас я вам показывала, а смешиваю биогумус с торфом Агробалт без минеральных удобрений. Смешиваю примерно 80% торфа и, ну, процентов может быть 20-30 биогумуса. И в эту смесь я сею все семена. А пикирую уже в свою, которую готовлю с осени. Почвосмесь. Это сладкие перцы. Вот так они взошли у меня. Замачивала с 14-го, высевала с 16-го февраля. Вот такие всходы. Здесь много сортов, которые свои, собранные семена. Но есть и новинки. Большинство здесь это сорта. Гибриды здесь, по-моему, только пару штук. Вот, кстати, вот тоже старые семена были гибриды. Я покупала. И вот думала, ничего не взойдет. Но, смотрите, самый последний, но взошел. Здесь уже по два настоящих листа. Вот как раз-таки я уже через несколько дней буду их пикировать в рассадные пакеты, которые я вам показывала ранее. Так, что у меня здесь еще? Досеяла сладкий перец, потому что у меня перец заказали. Это, кстати, вот эта вся рассада, она не только для меня. Вот перцы, томаты, потому что ей здесь много, конечно. Это мне... У меня заказали, поэтому... Коста-Рика досеяла 1 марта. Вот, сеяла я 7 штук. Зашло пока 3. Коста-Рика – это новинка. Сортовые перчики. Это рубиновые тоже 1 марта сеяла. Сколько штук? Ну, тоже, по-моему, 7 штук. Зашло 4. Это тоже сортовой перец. Это семена... Вот мы с кем-то менялись. Кто-то мне присылал вот эти сорта. Так, это... Также у меня заказали еще баклажан. Это лолита. 6 штук сеяла 4 марта. Ну, видите, пока ничего нет. Все сухими семенами сеяла. Лолита. Вроде бы он еще в сроках, этот баклажан вот такой. Новая пачка лежала. Думаю, надо начать сеять. Ну, как раз заказали, думаю, посею. Но пока ничего нету в сходах. Так, и здесь еще у меня томаты. У меня в этом году, по-моему, 18 или 19 сортов томатов. Из них только я сею несколько... Два, по-моему, у меня гибрида только. И вот, видите, они только-только начали сходить. Вот первый, 17-й номер начал сходить. 2 марта сеяла сухими семенами. Ну, пока ничего. Кстати, я проращиваю на вот этом теплом коврике. И он у меня выключен. Надо мне включить, чтобы здесь это создать потеплее. Потому что на мансарде у меня довольно-таки прохладно. Знаете, не холодно, но прохладно. Так, вот вся рассада у меня на сегодняшний день, на 9 марта. Сюда я пишу, видите, у меня здесь все записи. Сезон 2024. Вот все, что я посеяла пока в этом году. Вот у меня записи. Кстати, вот эту тетрадь я веду. Сейчас вам скажу, с какого года. Вот барахла много. С 2016 года. У меня запись. 2016 год. Это большая, толстая тетрадь. Вот ее хватит. Еще мне на год ее хватит. Вот это все записи. Ежегодно я веду для себя. Очень удобно, кстати. Я иногда открываю прошлый год, позапрошлый год. Смотрю, когда я все сеяла. Это помогает сориентироваться. И пишу записи, что не получилось. Или попозже нужно посеять, или пораньше. В общем, тетрадь, чудо-тетрадь. С 2016 года. Так. Ну, я уже сказала, что вот эти сладкие перцы буду рассаживать. Буквально, наверное, во вторник. Ну, через вот несколько дней. И баклажаны тоже буду рассаживать. И острые перцы тоже там имеются. Поскольку уже по два, по три настоящих листа. Уже пора, четвертый лезет. Надо. Потому что объем здесь питания-то им хватит. Но объем земли все-таки маловатый для такого количества рассады. Рассады много. Вот они мои пакеты. Видите, рассадные. Я вот так вот их складываю. Мою. И вот они как новые. Вот этим пакетам уже лет семь, не меньше. Вот этим. У меня есть еще пакеты ноль. Пятилитровые, пол-литровые. Вот в них я всегда высаживаю тыквы, кабачки и огурцы. Очень удобно. Ноль пятилитровые. Здесь у меня все семена, которые я буду еще высевать в этом году. Видите, вот они. Это бархатцы. Я сею в теплицу, в полушку. Здесь зелень разная. Огурцы, горошки у меня. Что еще? У меня здесь вот тыквогигантик, который я буду выращивать в этом году. Тоже участвую опять в конкурсе по выращиванию. У меня здесь гигантские подсолнухи. Но это у меня подарок. Честно говоря, смотрите, какие красивые семена. Белые. И вот эти, какие крупные. Это с ботсада семена. Мне подарили из клуба. Ну, посею, потому что жалко, семена пропадут. Нужно сеять. В любом случае. Я в конкурсе по выращиванию подсолнухов не участвую. Мне как-то не очень интересно. А вот лук и тыква довольно-таки интересное занятие вырастить гигантика. Посмотрим, что получится в этом году. Здесь у меня разбавленный фитоспорин. Видите, я проливаю тоже. Буду после пикировки проливать фитоспорином. Ну, еще здесь я мешаю почвосмесь. Вот. Буду заносить мешок. А на этом столе у меня, прямо возле окна, это рассада пеларгонии. Я ее черенковала. Черенки мои, видите, тоже пытаются вовсю цвести и обрывать это носы. Прищипывала уже. Вот. Это маточники у меня. Это все черенки. Вот так вот. Мне пеларгония очень нравится. Здесь, по-моему, белый лососевый цвет. Всего лишь два цвета. Ну, если понадобится, еще докуплю. Вообще, у меня в этом году идея посадить практически, наверное, все в пеларгонию у меня будет. И в лобели. Больше никакие цветы не хочу. Они самые такие устойчивые. Мне они нравятся. Особенно вот пеларгонию. Вообще, от нее уже в восторге. Который год петунью я не выращиваю. Все, я с нее наигралась. И уже второй или третий год я ни одну семечку не посеяла. Вот. Поливаю отстойной водой. Периодически орошаю сверху тоже простой водой. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Единственное, что я купила, значит, в этом году, вот такое удобрение. Сейчас покажу. Акварин. Это для цветов. Вот я пеларгонию подкормила, значит, аквам акварином. Вот этим вот уже, по-моему, пару раз я его уже подкормила. Ну, это вот вся и моя аптечка с препаратами. В основном здесь вот фитоспорин М. Очень мне нравится. Попробовала в прошлом году. Золотая осень, фитоспорин, тоже в прошлом году. Вот эти все препараты я узнала от клуба тепловодов и гиганталодов, где я участвовала. Вот мы этими препаратами пользуемся. Сиянин. Здесь, как на мною, бактерии все. Для кладин. Видите, вот это вот вся, в принципе, моя аптечка. Вот из химии у меня есть этот вертимек. Вот он. Видите, этому вертимеку уже 3 или 4 года. И вот столько у меня. Еще и полбутылки не зарасходовала. Ну, такое вот все. Эпин. У меня много эпина. Потом циркона. В основном это для хвойных растений. Я вот приобретала, спасая. Вот такой пастообразный фитоспорин. Ну, вот здесь у меня гуматкалия бутылка. Вот, в принципе, здесь все так по мелочи. Здесь ранет тоже. Ну, из химии тоже что-то здесь у меня есть. Это что? Вот в этом году купила изобион. Не знаю, что это такое, но сказали хорошее биологическое удобрение. Вот купила две пачки. Буду еще разбираться. Вот открыла, посмотреть, что-то такое, как оно выглядит. Но не пользовалась. Все-таки прямо только-только купила. Попробуем. Ну, здесь вот ракурс. Это для хвойных. Герольт. Плодожорки. Хорус. Вот хорус я покупаю. Мне он нравится. Тоже это вот, видите, для косточковых и для семечковых, для деревьев. Вот также сияние 1. Тоже бактерии. Табачная шашка. Ну, в общем, вот он. Видите, коробок из черенков. В общем, у меня только пеларгония. И вот такая рассада. Таким образом. Видите, в этом году у меня все очень-очень скромно. Ну, и за этим нужен, конечно, хороший уход. У меня на сегодня все. Пишите комментарии, как у вас дела с рассадой. Подписывайтесь на канал. Заходите, подписывайтесь также в телеграм-канал. Я вам буду очень рада. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...